Сегодня в Экибастузе родные друзья простились с Нурдосом Айдбаевым. 19-летнего студента похоронили в родном городе. Он скончался в общежитии Казахского национального университета, предположительно от отравления синтетическим препаратом, иначе говоря спайсом. Это курительная смесь, которая вызывает галлюцинации. Но ни родные, ни друзья не верят в это. Сомнения может развеять только заключение экспертов, которое будет еще не скоро. Ну а пока вопрос доступности спайсов остается самой большой проблемой. В Экибастузе прощается с Нурдосом Айдбаевым. Друзья, соседи и все, кто знал студента, с трудом сдерживают эмоции. Многим трудно поверить, что его больше нет. И никто не верит, что Нурдос мог употреблять наркотики. Он никогда не курил, не пил, ничего не делал. Такого, что кому-то вред или себе вред. Я не верю в то, что он употреблял наркотические вещества или еще что-то в этом брозе. Он не был таким просто на все. Трагедия произошла 24 сентября в общежитии Алматинского вуза. По словам другого первокурсника, он купил элитный табак через социальную сеть Телеграм и пригласил покурить Нурдоса. Употребление неизвестного вещества привело к смерти, что именно курили студенты, выяснит гистология. Тем временем, родные Нурдоса просят СМИ до результатов экспертизы не распространять информацию о том, что он умер от передозировки. Синтетические наркотики – проблема, затронувшая Казахстан как минимум 10 лет назад. Специалисты отмечают, что каждый год зависимых людей становится больше. Общественники Алматы не первый год борются с синтетической чумой. Но, к сожалению, искоренить проблему пока не удается. Дело в том, что их легко достать. Сайты, где продают такие наркотики, можно найти практически по всему городу. На заборах, стенах, воротах. Даже после того, как их закрашивают, они появляются в других местах. Главная беда спайсов в том, что они дешевые и доступные, отмечают специалисты. И сегодня заказать такие наркотики проще, чем еду на дом. Достаточно для этого иметь только смартфон. И Телеграм там должен быть установлен, и Киви, чтобы оплачивать. Ну, на Киви деньги должны быть. Все, можно даже из дома не выходить. Очень тяжело людей поймать, которые по этой схеме работают. Картина синтетика оказалась настолько глобальна, что справиться в одиночку ни родители, ни общественники не могут. А основной контингент тех, кто употребляет спайсы, это молодежь. От 14 лет до 28. То есть удар наносится по будущему страны. Поэтому и правительству, и депутатам давно пришло время вплотную и всерьез заняться этой проблемой. Нургали Карабаев, Думан Сулейменов, Информбюро, Алматы.